Сообщается, что Маккала ибн Ясар, да будет доволен им Аллах, сказал, однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел какой-то мужчина и сказал, о посланник Аллаха, мне очень понравилась одна красивая женщина, но она не может иметь детей, жениться ли мне на ней? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, нет. Затем тот пришел к нему во второй раз, но он запретил ему это, и затем, когда он пришел в третий раз, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, женитесь на любящих и рожающих. Поистине, я буду гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами. Имам Аль-Мунови сказал, в этих словах указывается причина, по которой мужчинам велено жениться на любящих и часто рожающих женщинах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул эти две вещи вместе по той причине, что если женщина будет любящей, но не способной иметь детей, то не будет у мужчины к ней влечения. Так же, как если женщина будет часто рожающей, однако не будет любящей, то она не сможет удовлетворить потребности мужа, сказал шейх Абдулазим Абади, женитесь на любящих, то есть тех, которые любят своего мужа и рожающих. Обусловлено этими двумя условиями, потому что если плодовитая женщина не любящая, ее муж не будет испытывать желание к ней. И если любящая женщина не плодовита, то желанная цель не будет достигнута, которая заключается в увеличении численности уммы через рождение большого количества детей. Эти две характеристики можно узнать в случае с детственницами по поведению их родственников, потому что в большинстве случаев родственники похожи по поведению и качествам. Редактор субтитров А.Семкин